ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Надо посмотреть, когда я начал вообще тему подкастов за рулем, это произошло довольно много лет назад, можно даже уже этой теме отметить юбилей! Наверное, будет Надо посмотреть Я думаю, что 5 лет-то точно есть Может уже больше Я думаю, что больше Наверное, скоро 10 будет Вот Значит, какая сегодня тема? Тема не совсем по боевым искусствам Хотя она касается их тоже В каком ключе? Друзья, я очень люблю Общаться с вами В интернете Иначе бы я бы на самом деле Не вел бы вот эти вот все Свои эфиры прямые И все такое Если бы мне это не было интересно Если бы мне не было интересно Ваше мнение Ваши Какие-то Выкладки по темам, которые я затрагиваю Мне, безусловно, это важно Реально Но вот Часто бывает так Что я пишу некоторым людям Оставьте Ваше мнение Настолько Ценно Что оставьте его при себе И никому не показывайте И мне там что-то пишут А Вот странно Сами хотели услышать мнение А потом пишите вот такую штуку Я Типа там обиделся Я от вас отписываюсь Ребят Понимаете? Я сейчас объясню, в чем дело Мне интересует Ваше мнение Не в отношении меня А в отношении Тему, которую я затрагиваю То есть вот, например Мы там обсуждаем Тему Укрепления Ударных поверхностей И вот эта тема Меня безусловно Заботит Интересует Поскольку я ей занимаюсь Много лет И безусловно У вас на эту тему Может быть мнение Собственное И отличное От моего У вас может быть Какой-то свой собственный опыт Опыт Который получен Вашими Учителями То, что вы Где-то наковыряли Не знаю Там В интернете Или с помощью Каких-нибудь других Изысканий Все это может быть И вот обмен Этими мнениями Может быть Очень интересен Даже если они Абсолютно Противоречивы Потому что Именно Многогранность В точках зрения Она приводит К тому, что Мы можем уйти Друг от друга Как говорится После наших Дискуссий Или дебатов А получив Дополнительное Знание Как Я уж не помню Кто это сказал Но кто-то из великих Что если у вас Если у вас одно яблоко И у меня яблоко То если мы с вами Поменяемся яблоками То у нас останется По одному яблоку Но если у вас идея И у меня есть идея И мы значит Обменяемся с вами Вот идеями То у нас будет Подвес Как-то идти Вот это вот Реально работает Конечно Я уже много раз Записывал В эти подкасты О том Что я формирую Свою точку зрения Всегда Основываясь На самых разных И противоречивых Фактах Которые я собираю Потом я их проверяю Пропускаю Через сито Своих Каких-то Ну Через какие-то Фильтры Своего Мышления Опыта Знаний Проверяю на практике И формирую Мнение собственное Которое я и выдаю Часто я очень пишу Имхо То есть Это то есть Мое личное мнение Которое я не претендую На то Что оно Абсолютно точно В других случаях Я пишу Что это вот Мой личный опыт Который я проверил На практике В третий случай Я пишу Что это Основано На изысканиях Каких-то Нобелевских Лауреатов Каких-то Светил Там Пятый Десятый Все Все понятно И вот Очень Где-то Я могу Составить Собственное Мнение Основываясь Просто на Эмпирических Каких-то Своих Знаниях И Совокупив Их Как-то С теорией И вот Тогда-то Получается Когда мне Начинают Писать Лучше Вы не пишите На тему Бокса Потому что Как мне кажется Вы в этом Плохо Разбираетесь И что-то Подписывается Мастер спорта По боксу Вот только Сегодня Мне написал Такой человек Вот Зачем Он пишет Мне Что я плохо Разбираюсь В боксе Может Я в нем И хуже Разбираюсь Чем Мастер спорта По боксу Только Зачем Указывать Мне Писать Мне На эту Тему Или Нет Я Уж буду Писать На ту Тему На которую Мне Нравится И Рассуждать На те Темы Которые Мне Нравятся И указывать Мне Не надо Я ему И мой ответ Был Буквально Следующий Я ему Написал А вы Вообще Ничего Не пишите Потому что Как мне кажется Вы не умеете Правильно Писать И у вас Это вообще Плохо Получается Член союза Писателей Ну Он Мастер спорта По боксу А я Член союза Писателей И я То есть Лучше Как бы Понимаю Как надо Правильно Писать А он Значит Соответственно Хуже Ребят У меня Есть Своё Мнение О боксе И Очень Многие Художественные Критики Не являются Классными Художниками Многие Кинокритики Не являются Режиссерами Многие Ценители К искусств Не обязательно Должны быть Профессионалами В этих Искусствах Я очень Люблю Музыку Но я Не являюсь Профессионалом В музыке Хотя Во многих Вещах Я в музыке Могу заткнуть За пояс Огромное количество Дилетантов Которые Разбираются Ещё Хуже Например В игре На гитаре Условно То же самое Касается Бокса Да Я не Профессиональный Боксер Да У меня Нету Разряда По боксу И больше того Я никогда Не выступал На серьёзных Соревнованиях По боксу Хотя С боксерами Спарринговал Боксом Занимался И занимаюсь Имею какой-то В этом опыт Исследую Методики Подготовки Боксеров Для того Чтобы перенести Их На практику В ММА И поэтому О боксе Могу иметь Какое-то представление А уж тем более Судить О том Нравится ли мне Какой-то боксер Или не нравится Нравится ли мне Манера С моей боя Там каких-то боксеров Тяжеловесов Или с мягковесов И так далее Могу об этом Однозначно судить И Говорить мне Понимаю ли я Об этом Или не понимаю Я понимаю Ровно так Как это понимаю я И если человек Это понимает Как-то по-другому И он ждёт Каких-то Предположим Дебатов Или хочет Высказать Какое-то Мнение То никогда Не надо В этом плане Переходить на личность И затыкать Пытаться о мнении Другого человека Если у вас Какое-то своё мнение Или кажется Что моё мнение Но это ошибочное Берите Прежде всего Синтенцию Высказанную В моём Посте Или в том Что я сейчас Говорю Например И по полочкам Разбирайте Что не так Если вам Не нравится Сам статья По биомеханике И вы считаете Что вы в этом Разбираетесь Лучше Вы берёте Цитаты Из какой-то Литературы Которой Но тапеллируете Приводите Статью Из собственной Монографии Если вы считаете Что действительно В этом плане Являетесь Экспертом Значит наверняка У вас есть Какие-то публикации Где-то В каких-то Журналах И так далее Можете привести Цитаты Если не являетесь Нет Если считаете Что являетесь Экспертом И имеете Мнение По этому поводу Но Но не профессионал То есть у вас Нет Экспертных Каких-то Статьей Монографий И так далее То просто Высказываете Абстрактно Высказываетесь Абстрактно По этой теме То есть Разбирайте Не то Как я в этом Разбираюсь А высказывайте То как вы Понимаете Данную тему То есть Не понравилось вам Какое-то положение Вы Значит Берёте его Описываете Что вам в нём Не понравилось И Соответственно Высказываете Свою точку зрения Какую вы Имеете на этом Не на меня Разбираюсь Я в этом Или нет А на Саму Суть Изложенную И вот Тогда Мы с вами Будем разговаривать Понимаете И тогда Ваше мнение Будет Во-первых И ценным Это раз И интересным Это два А когда Вы мне пишите Что я не разбираюсь То у меня Возникает Просто Лёгкое желание Послать вас Нахуй И всё И на этом Всё Я прошу прощения За французский За мой И на этом Закончить Собственно говоря Сам диалог Вот Потому что Откуда мне Значит Что вы Разбираетесь В этом лучше Понимаете Я-то себя знаю Я знаю Чем я занимаюсь Долгие годы А вас Я не знаю Почему я должен Ваше мнение О том Что мне лучше Не рассуждать На какую-то тему Вообще К сведению Принимать Понимаете Ваше мнение В отношении Темы Я могу К сведению Принять Потому что Моя точка зрения Может измениться Если я посчитаю Что то Что вы написали Действительно Несёт какой-то Смысл Не то что смысл А даже если Это противоречит Я могу найти Здравое звено Моё мнение Оно так и Формировалось Потому что Когда-то Мне казалось Важным Одно Потому что У меня набор знаний Был один Потом он у меня Расширился Мне стало важно Другое Я сформировал Другую концепцию Предположим На традиционные Боевые искусства Коими Был фанат Ну лет Наверное до 30 Я просто там Кипятком Ссал От традиционных Боевых искусств То есть считал Что вот Это вот Единственное то То есть у меня Опыт к этому Времени уже был Ну сколько Я в 14 лет Начал сам заниматься Каратэ То есть к 30 годам Соответственно Я прозанимался 16 лет уже Мне казалось Что вот все Это каратэ традиционно Это вот Вот все Это Лучше Что только может быть И соответственно Сейчас Когда я Я знаю О чем говорят Люди Которые Прозанимавшись Там 10 Или сколько это лет Начинают Топонировать мне И пишут Там Автор Типа не понимает Традиционного каратэ Прозанимавшись Столько лет Его не научили Ставить блоки Там Условно Вот Это мне напоминает То Как я Общаюсь Со своим Сыном Который Мне абсолютно Понятен В том плане Какие он Какие он Соответственно Ну переживает Этапы Взросления Когда у него Есть один интерес Когда ему Хочется Противопоставить Себе Системе Когда он Наоборот Там У него есть Какие-то там Авторитеты И пятый Десятый И вот здесь То же самое Я просто Себя вижу В таких людях Только когда Мне было Предположим Ну Я прозанимался Лет там 10 каратэ Вот это вот Все то же самое Абсолютно И я уверен Что если люди Будут заниматься Серьезно И контактно То они пройдут К такому Этапу Которому Пришел я А если кто-то Возразит Там скажет А как же Вот эти Грандмастера Которые К этому Не пришли Там да Там эти Традиционщики Японцы И все такое Прочее Ребят Люди Следуют О традиции Они выбрали Для себя Путь традиционной Школы Я когда говорю Что традиционное Как бы Каратэ Это не мой Путь Я не говорю Вовсе о том Что Ими надо заниматься Да надо им Заниматься Вот люди хотят Заниматься Какой-то Вот Иероглифы Рисовать Условно говоря И в этом Находит целый Вид искусства Если мы говорим О прикладном Современном Боевом искусстве Да Я хочу сказать Что в современных Реалиях Ни один чистый Вид боевого искусства Не работает Он изжил себя В рамках того Что мир Глобализируется То есть Мы уже не пишемся На бересте У нас у всех Там айфоны В карманах То же самое Происходит Абсолютно Михаил Привет Спасибо За пожелания За ровные дороги И успехи Жизненные Так вот Я говорю Что мы Почему-то Не стремимся К ортодоксии Какой-то Писать на бересте И так далее А покупаем Современные гаджеты И все Потому что Они отвечают Более реалиям Которые есть Понимаете Есть такой Отличный Книга Волшебный кнут Она называется Это Значит Там Спро что Там А про то Что был Величайший Мастер Боя Косой Ну в смысле На голове Косая Вот волос Я уже Рассказывал Про эту Историю И он всех Реально побеждал Потому что Ну Особенности Боя Такие Враг Ну противник Не мог ожидать Некоторых Самоприемов Он был Отличный Мастер Рукопашного Боя Но в какой-то Момент Он мог Ударить Косой На конце Косой Там Костет Находился Он мог Либо быть Дополнительно Так как это Такая Пятая конечность Как бы Кистень На голове Но когда Появилось Огнестрельное Оружие То мастер Понял Что Все Его система Это не работает К сожалению И просто Переквалифицировался И стал Величайшим Мастером Стрельбы Ну вот Вот такая Как бы Тема Да Вот Если Мы говорим А тут Конечно Все гипертрофировано Да То есть И сейчас Можно сказать Там Как пишут Лучше нету Каратэ Чем в кармане 2ТТ Или там Старенькие ТТ И все такое прочее Оружие Там Да Типа Лучше Но если Мы говорим Все таки О системах Боя Да Ну рукопашного Боя Без оружия Понятно С оружием Всегда лучше Чем без оружия С ножом Лучше Чем без ножа С пистолетом Лучше Чем с ножом И так далее Вот Так вот Ну если мы говорим О рукопашном Бое Без оружия Модернизируется Даже то же самое Оружие Оно же изменялось Да Когда-то Оно было деревянное Вот Ну огнестрельное Причем Заряжали Там потом Заряжали Через ствол Кремниевое оружие Там Порох засыпали Шомполом забивали Потом на полку Стали порох сыпать Потом патроны Появились Потом появилось Полуавтоматическое оружие Там и так далее То есть Все это развивается Точно так же И боевые искусства Развиваются Они не могут на месте Стоять И те кто хочет Заниматься Традиционными Там ортодоксиями Это то же самое Что стрельба Из японского Там лука Который Целый ритуал Там Да Когда Снимается С одного плеча Там Кимоно Определенным образом Обматывается Вот это Там Не столько Может важно Насколько ты метко Стреляешь Сколько Важно Чтоб это Грациозно Было Красиво И все Как написание Иероглифа Вот так И сейчас И традиционный Каратэ Сколько Ортодоксальное Ортодоксальное Оно Вот примерно Та же тема Хотя там Есть конечно И смертоубийственные Приемы И методы Закалки Конечностей Которые превращают Руки ноги В оружие Реальное Все Да Но сама Концепция Поединка Сама концепция Боя Изменилась Дистанции Скорости Все поменялось То есть Понимаете Если брать Из ортодоксальных Стилей Что-то То брать Какие-то Отдельные Нюансы Например Те же Ту же Подготовку рук Которая Кстати Тоже Можно ее взять В неизменном виде Но Можно взять Усовершенствованную Методику Которая позволит Руки гораздо быстрее Подготовить И все будет нормально Так вот Ребят Я немножко Отошел От темы Так вот У вас могут быть Свои мнения По любому поводу И вы их Обязательно высказывайте Я только за Когда вы высказываете Мнение На предмет На сам А не на меня Имею ли я право Об этом рассуждать Или нет Если бы Ребят Я слушал Всех вас О том Кто мне Что желает Лично О чем мне писать О чем мне писать В чем я разбираюсь Скорее бы Всего Я бы не писал Ни видео Ни Сам статьи Вообще Никакие Потому что На одну и ту же Статью Мне приходит Деометрально Противоположная вещь Что-то пишет Михаил Юрьевич Спасибо большое Вот это стало понятно Примем на вооружение Кто-то пишет У вас очень емкие Хорошие статьи Ничего лишнего Там все А кто-то пишет Ой одна вода Сплошная Там ерунда А третий пишет Вы вообще не разбирайтесь И не беритесь Лучше не смешить людей Понимаете Кого мне слушать Ребят Да Именно в отношении себя Да никого конечно Ну нет Ну конечно Приятные там отзывы Мне приятно читать Неприятные Отчасти неприятно Но я уже давно научился Их игнорить Просто То есть я обычно Как только вижу Что во-первых Начинается на ты Слушай ты автор Там да И там начинается Вам лучше То-то или Все Я дальше Я уже научился Даже не дочитывать Знаете Я даже не читаю До конца А бывает Даже блокирую Когда там просто хамство Я могу конкретно С первых строк Прямо заблокировать И не читать дальше Вот Но чаще всего Не блокирую Потому что люди Со временем Могут менять Свою точку зрения Предположим Меня не знал Мало чего прочитал В статье не разобрался Потом прочитал Другую третью И точку зрения поменял В отношении меня И в отношении того Что я делаю Поэтому Сразу я не блочу Но когда такие-то Хейтеры появляются То сраку их Да Вот Так что вот друзья Очень Люблю Еще раз говорю С вами контактировать Вы обязательно пишите Оставляйте свои Какие-то комментарии Я обязательно Их буду читать И мы с вами будем Их обсуждать И даже я готов Спорить И Считаться Обязательно считаться С вашей точкой зрения Это на сто процентов Если мы Говорим Про тему Про тему А не про меня Или про вас Как только появляются Первые комментарии А ты кто такой Все На этом мы и заканчиваем Ну все друзья Я на тренировку приехал Думаю что это Был такой довольно полезный Подкаст Для многих Все Всем пока А я на подземный паркинг Салют